Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак и сегодня будем продолжать испытывать наши недорогие лазерные уровни с Алиэкспресс. В последнем ролике были краш-тесты на испытания пылью, водой и испытания ударом, то есть падения. Кто не видел обязательно посмотрите этот ролик, там кстати продолжается розыгрыш. Сегодня, как и обещал, проверим кто дольше проработает от новых батареек. Тест будет вполне интересный, так как все эти лазерные уровни с зеленым лучом у Firecore, вертикаль-горизонталь и работает он от двух пальчиковых батареек. Huepar Box 1G работает от четырех пальчиковых батареек, у него также две плоскости, они переключаются по отдельности и Fukuda EK212 AG работает от трех мизинчиковых батареек, но у него один излучатель на обе плоскости и на вертикальную и на горизонтальную, все получаются условия разные на самом деле и посмотрим кто же из них проработает дольше от батареек. Я купил новые батарейки, мизинчиковые, ну и соответственно пальчиковые, вот сейчас и посмотрим. Кто смотрел предыдущий выпуск, тот помнит, что после воды Huepar практически сразу не включался, остальные два уровня Fukuda и Firecore начали давать сбой чуть попозже, но тем не менее, в общем я их просушил полностью и теперь они все адекватно вполне нормально работают, как и работали до погружения под воду. Ну вы сейчас собственно говоря сами все увидите. Итак, давайте начнем тест, сейчас я вставлю новые батарейки, так 3 мизинчиковые батарейки отправляются в Fukuda, все работает как можете видеть, 2 пальчиковые батарейки здесь стоят какие-то другие, давайте их уберу и поставлю новые. Так это Firecore и 4 батарейки отправляются в Huepar. Так друзья, специально показываю вам батарейки, чтобы не было никаких различных кривых токов, что я мол заменил батарейки или что-то еще. Все абсолютно по-честному, посмотрим как оно есть. Так это Fukuda, Huepar и давайте чуть повыше подниму Firecore, чтобы было различие. Так получается самый верхний это Firecore, посередине Huepar и самый нижний это Fukuda. Как видите на видео линия у Firecore мерцает, это именно так матрица воспринимает лазерную линию от Firecore, видимо потому что у него стоят кристаллические излучатели, у Huepar стоят излучатели LD и у Fukuda по всей видимости тоже LD излучатель стоит, но на самом деле когда смотрите глазами линия не дергается, она дергается только на видео. Итак, включаем секундомер и давайте посмотрим кто дольше проработает. Как я подразумеваю это минимум 2 часа и выше возможно 4, 5, 6, не знаю как честно будет и поэтому я буду включать камеру каждый час, то есть все это время постоянно камера работать не будет. Итак прошло первые полчаса, пока никаких изменений не видно, продолжаем наблюдение. Итак друзья прошел первый час беспрерывной работы лазерных уровней, никаких пока изменений по яркости не замечается, буду смотреть дальше. Да не забывайте про конкурс который проходит в предыдущем видео, обязательно посмотрите и обязательно в нем участвуйте, там разыгрываю лазерный уровень Firecore 212 AG с зеленым лучом. Прошло уже два часа, изменений пока никаких нет, смотрим дальше. Итак друзья прошло уже больше трех часов, как можете видеть линии по яркости никак не изменились, единственное что я поменял немного значение ICO и линия от Firecore перестала мигать, вот такой интересный момент, но давайте продолжим наблюдать, что будет происходить дальше. Прошло уже четыре часа беспрерывного горения, никто не хочет сдаваться, и вот подходит к концу уже пятый час, прошло пять часов беспрерывного горения, друзья давайте ждать дальше. Так друзья вот наконец-то наступили первые изменения, прошло шесть часов и первым начинает гаснуть Fukuda EK212 AG, хотя друзья интересно, что у всех этих лазерных уровней время заявлено около четырех часов, у Firecore около четырех часов, у Box 1G четыре с половиной часа, у Fukuda тоже около четырех часов, но как видите они выдержали около шести часов, но давайте продолжим смотреть и выясним кто же из них все-таки победитель. Понятно что Fukuda уже выбывает, ну пусть она так горит, пока совсем не погаснет, давайте наблюдать дальше. Шесть с половиной часов, Fukuda практически погас, я его выключаю и убираю, у Firecore и HuPara изменений я пока никаких не вижу, смотрим дальше. Итак прошло уже семь с половиной часов, не знаю видно вам или нет, на Firecore F112G сверху начал мигать красный диод, он только-только начал мигать, то есть он еще скорее всего должен продержаться какое-то время на таких разряженных батарейках. у HuPara, Box 1G пока индикатор не горит и такое ощущение, что он даже не собирается выключаться, ну посмотрим, в принципе я и так даже очень сильно удивлен, они побили свои характеристики, все три прибора, даже Fukuda проработала на два часа больше чем заявлено, эти два прибора работают уже на три-три с половиной часа больше чем заявлено и по всей видимости еще проработают какое-то время, давайте наблюдать дальше. Так друзья, как видите, подходит к концу седьмой час, восемь часов приборы работают без остановки, у HuPara даже нет намеков, что он собирается садиться, Firecore мигает, не знаю сколько еще продержится, но тем не менее они побили все рекорды, уже работают двое больше чем заявлено, я считаю это очень круто. Да, друзья, еще такой момент, если вам видно, то вот у Firecore здесь отходит сверху клавиатура, кнопка, видите, просто заметил и хотел вам сказать, что это еще один, на мой взгляд, минус у приборов, которые разбираются вот таким образом, как Firecore напополам в сторону, так же как Fukuda, то есть всегда сверху приходится отклеивать клавиатуру, либо какие-то наклейки и после сборки они обратно уже нормально не встают, либо нужно приклеивать заново, но на старый клей они уже садятся относительно плохо и вот так отклеиваются. Куда конечно удобнее, когда прибор разбирается как допустим HuPara, верхняя часть полностью просто снимается и вы имеете хороший обзор и доступ ко всем внутренностям для настройки или каких-то других манипуляций. Ну это так, небольшое отступление, давайте продолжим наблюдать, я уже честно говоря устал, на монтаже это все быстро вам показывается, но я уже восемь часов хожу вокруг да около этих приборов. Девять часов без остановки работают приборы, друзья, на самом деле действительно это очень удивительно, давайте продолжим тест. Итак, друзья, вот на ваших глазах 9 часов 20 минут, отключился резко полностью Firecore F112G, но тем не менее он реально продержался в два раза больше, даже больше чем два раза от заявленного времени. Заявленного у него 4 часа, он продержался 9 часов 20 минут, остался один HuPara Box 1G, но тест уже показывает, что он победитель, тем не менее давайте еще посмотрим, хотя бы за 10 часов дойдем, если через 10 часов он не выключится, то на этом эксперимент я закончу, потому что уже на дворе ночь и в принципе нужно будет ложиться спать. Давайте продолжим наблюдать. Итак, вот наконец прошло 10 часов, HuPara по-прежнему горит, но друзья, у него наконец-то загорелся индикатор, то есть батарейки тоже начинают садиться. Ну давайте еще тогда подождем ради эксперимента, попробуем дождаться пока он погаснет, не знаю, но как минимум, мне кажется, минут 40, час он точно еще будет гореть с таким мигающим индикатором. Итак, друзья, прошло 11 часов, HuPara до сих пор горит, но он гореть стал намного тусклее, в отличие от Firecore, который сразу выключился, HuPara потихоньку затухает и он так может затухать еще полчаса, предлагаю на этом эксперимент закончить и подвести некие итоги. Итак, Fukuda у нас с одним излучателем от трех мизинчиковых батареек проработала 6 часов, заявлено у него было 4 часа. Firecore F112G от двух пальчиковых батареек с двумя излучателями прогорел 9 часов 20 минут, заявлено было у него 4 часа. И HuPara Box 1G прогорел 11 с плюсом часов, до конца дождаться не будем, так как уже ночь и заявлено у него 4 с половиной часа. Работает он от 4 пальчиковых батареек и также имеет 2 излучателя. Да, батарейки использовались самые простые, покупал в ленте, 200 рублей пачка 10 штук, то есть одна батарейка получается 20 рублей. Это обычные алкалиновые батарейки, ну здесь написано Super Alkaline, но они достаточно дешевые. В общем, получился такой интересный тест. Ну, друзья, у меня возникла идея, интересно было бы посмотреть, сколько они проработают от дорогих батареек, там допустим тех же Energizer, стоит ли переплачивать за них. Я предлагаю, давайте я возьму 3 батарейки, просто мизинчиковые для Fukuda и проверим именно Fukuda. Завтра включу его с утра, так заморачиваться я уже не буду, каждый час, там каждые полчаса включаться и снимать. Просто сниму начало, середину, грубо говоря, там пару включений и под конец. Посмотрим, вот он 6 часов прогорел, если он прогорит там 8, 7 часов или 9, то в принципе уже можно будет понять в процентном соотношении, насколько дольше он прогорел с дорогими батарейками. И, собственно говоря, исходя из этих данных, можно будет уже предположить, также в процентном соотношении, сколько прогорят остальные два прибора со вставленными дорогими батарейками. И посмотреть, стоит ли переплачивать тот же Energizer, ощутимо стоит дороже, чем те же лентовские батарейки, к примеру. Итак, друзья, продолжаем наш эксперимент. Купил, сходил дорогие батарейки Energizer, 4 штуки мизинчиковые, стоит 250 рублей. То есть одна штучка стоит 62,5 рубля. Получается, что в 3 раза дороже, чем батарейки, которые использовали до этого. Вот это лентовские батарейки, по 20 рублей за штучку, алкалиновые батарейки. Energizer, это щелочные батарейки, стоят в 3 раза дороже. Вот давайте и проверим, есть ли смысл переплачивать за дорогие батарейки. Проверять будем на этом приборе, он работал меньше всех 6 часов, просто чтобы меньше всех ждать. И потом в процентном соотношении посмотрим, насколько дольше он проработает. И соответственно, можно будет высчитать уже, насколько дольше проработают другие приборы. Так, ну давайте начнем. Включаю прибор и включаю таймер. Продолжение следует... В общем, друзья, что я вам хочу сказать. До 6 часов остается буквально полторы минуты. Как видите, линии уже очень тусклые. То есть никаких лишних часах здесь речи не идет. Как помните, вот обычных дешевых батареек уровень проработал этот именно ровно 6 часов. Так и с дорогими батарейками он проработал абсолютно ровно те же 6 часов. Чудо не произошло никакого, это получается все тупо маркетинг. Нет смысла покупать батарейки в 3 раза дороже. Берите обычные батарейки, то же самое время получается. Да, вот такой интересный тест получился. Сам не ожидал таких результатов, но в принципе интересно было узнать. Если видео было полезным, обязательно ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться на канал. Впереди ждет их тотальная разборка. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok